Дмитрий, привет тебе, привет. Привет тебе в Германии. Хочу сразу спросить тебя, как там насчет вируса, как там люди живут сегодня. Ну, особо ничего не изменилось за последнее время. То есть в магазинах, в автобусах и так далее, в масках. Дети в школе на уроках в масках сидят. А так, в принципе, больших изменений пока нет. Нам рассказывают, что нужно ждать прививок. Ну, жить, в принципе, можно. Посмотрим. Пока особых изменений, говорю, за последние недели не произошло. Так что вроде привыкли немножко. Ну, надеемся на лучшее, что скоро будет все же полегче. А я почему спросил сразу об этом, потому что тут я в интернете мне прислали письмо такое, типа Минздрав в Германии определился, что оказывается там трупы были запрещены возом разрезать. Теперь разрезали, оказалось, что это не вирусы, а бактерии, что надо аспирин пить и так далее. Было такое там в Минздраве? Нет, нет. Ничего подобного не слышал. Был недавно на странице Министерства здравоохранения. Ничего там подобного нету. Все нам рассказывают, что там стоит больше. Вот скоро вторая волна появится. А, то есть это утка была такая? Ну да. Я понял, понял, понял. А что у тебя за картина такая? Да. Эта картина называется Юдоль. Это женская доля. Это как девушка. Девушка стоит за березой и задумалась в роще. Но я тогда еще не умел рисовать. Это было очень давно, 20 лет назад. И я березу не смог нарисовать. И получилось вот так. А потом ко мне приходили гости и говорят, слушай, гениальная картина такая. И мне это так красиво. Ну потому что я рисовал с душой. Я ее так и так и так. Вот видишь, сколько там вот этих вот тонов. Ну да. Юдоль называется. А она у меня сейчас такая, ну как бы знаменитая картина. Потому что и на выставках много раз была. Юдоль, как у тебя дела? Да все хорошо. Вот слежу за твоими роликами в интернете. Кстати, вот был один последний ролик. Значит, как быстро выйти из обыденности, из обыденного состояния. И ты там рассказывал, что вот попробуйте одну минуту сделать что-то такое. Какое-то упражнение, которое вы ни разу не делали. Вот, ну и у меня, я попробовал, вот, ну как бы возникла мысль у меня такая. А как быть, ну то есть один раз я так сделал, второй раз, третий раз сделаю. А потом когда-нибудь у меня фантазия кончится, правильно? Ты столько не можешь придумать и проверить, и ты не равни делал. Как с этим? Хороший вопрос. Дело в том, что когда ты ищешь движение, которое никогда в жизни не делал. Ну, когда-то ты, может быть, делал, но сознательно не делал. Да, ну, сам процесс поиска, сам процесс, даже если ты его не нашел, он стимулирует поисковую творческую активность мозга и развивает креативность мышления. То есть может быть так, вот ты один раз попробовал, второй раз попробовал искать это неповторимое движение, необычное. И потом вдруг заметил, решаешь какой-то вопрос, и вдруг раз, и быстро его реши. Потому что уже как бы креативность повышается по уровню. Это очень интересная вещь, этого нету ни в йоге, ни в медитации, нигде нету. Я только недавно это сделал, я несколько раз это выставлял в видео, и мне там уже комменты присылали, что одна девушка, одна девушка, знаешь, додумалась поискать и нашла, знаешь что, как ушами шевелить. Она раньше, ну, ты представляешь, как интересно, и что после этого у нее получилось. А кто-то нашел на пальце, ну, не буду сейчас всю технологию рассказывать, но там такие комменты, вот, кто не видел, может в Ютубе посмотреть. Там очень интересные комменты, что после этого кто-то один засыпает, другой смеется, третий плачет, кому-то так легко стало, такая радость жизни. Да-да-да, это очень интересное упражнение. Ну, буду пробовать. Дима, как твой институт на СКО? Ну, потихонечку, вот, из-за короны перешел на дигитальное, то есть, как на цифровое, ну, как сейчас я, вот, как мы сейчас с тобой через Zoom, вот, ну, подготовка еще у меня идет, то есть, не так все просто, так вот, заразу взял и перешел, то есть, другая целевая аудитория, значит, именно что я предлагаю, какой продукт, и моя цель теперь поддерживать людей или помогать им тренировать способность быстрее находить решения. То есть, я сам по себе математик, они математики ценятся, да, за то, что они умеют обращаться со сложными проблемами, решать их, находить какие-то, как же это по-русски, мустор по-невецки, то есть, какие-то схемы, то есть, как работает, понимать процессы, какие происходят, да, сложные процессы, динамические какие-то процессы. И это, я почувствовал, что это мое, и, в принципе, способность находить решения, и особенно в условиях напряженности, в условиях стресса, это, ну, для руководителей предприятий, там, да, для тех, кто стартапы, то есть, фирмы какие-то там технологические запускает. То есть, это одно, с моей точки зрения, из основных, одна из основных способностей, которые человек должен этого уровня иметь. Ну, и поэтому, соответственно, сейчас смотрю, что именно для коммуникации нужно, как ты должен это коммуницировать, то есть, рассказывать людям, да, не людям, а целевой аудитории, то есть, что они хотят услышать. Потому что просто так что-то рассказать, это всегда можно, а чтобы построить бизнес, это было, это должно быть действительно все осознанно, проработано. Ну, вот сейчас этим занимаюсь, ну, в принципе, уже первые успехи есть, то есть, ну, я вижу, что это интересно, целевой аудитории, люди подключаются, то есть, им интересно смотреть, что я пишу, но это сейчас все только начинается, закручивается, но у меня хорошее чувство, что это все, что я на правильном пути. Это очень серьезный, интересный и важный, и полезный вопрос. Действительно. По существу, ну, мы все знаем, что в Германии люди очень такие точные, они там сделали Мерседес, они там сделали много чего интересного, и в науке тоже очень точные. Поэтому мне хочется тоже посодействовать тебе, потому что мы сейчас делаем, как ты знаешь, у нас в школе человек будущего Homo Futurus мозговой шнурм готовится. Да. Ты обязательно туда включись, потому что я там дам приемы новые, и когда мы все соберемся, там выделим приоритетную задачу, и все вместе будем мозговым шнурмом решать. А потом ты этот опыт принимаешь, и как мой ученик, который приезжал ко мне обучаться еще много лет назад в Москву, там потом в Германии создал институт и так далее, и так далее, и ты там это используешь для немецкой аудитории, это будет суперски. Потому что, конечно, мы же, в принципе, дружим с тобой много лет, друг другу помогаем, и вот сейчас ты мне помог в одном вопросе, я тебе очень благодарен. И поэтому давай вот сделаем вот этот мозговой шнурм, и ты там будешь транслировать в своей аудитории, как эти элементы делаются, потому что там будут такие, ну это очень серьезно, это очень серьезно. Ну наберешь там себе каких-то там изобретателей, или фирму найдешь себе, ну там же там, это важно, да. Где приложить, я думаю, да, это найдется здесь, я в глаз, да. Спасибо тебе, Диму, я тебе передаю привет, дома приветы. Всем нашим друзьям там, Евгении и другой Евгении, которые у нас обучались всем моим друзьям, всем передавай в Германии привет. И в следующий раз, знаешь, что я тебя хочу попросить? Давай. Вот я тебе картину, ты мне говоришь, что за картина? Я хочу попросить тебя, чтобы ты сыграл вегетаре. Я как-нибудь запишу видео, потому что у нас сейчас поздно, сейчас я не могу играть, дети спят. Ну в следующий раз мы это сделаем, но ты будь готов к этому. Ну, я договорились. Обнимаю тебя, обнимаю. Пока, рад был увидеть, давай. Спасибо.